Девушки отдыхают Обзор матчей сборной России по футболу в отборе на чемпионат мира и сборной России по хоккею на Кубке Карелла. Финальный матч студенческой футбольной лиги. КФУ против КНИТУ. Поволжская любительская хоккейная лига. Второй тур. КФУ против хоккейной команды ИТИ. Кубок университета по мини-футболу 2021. Обзор первых матчей 1-4 финала. Кубок университета по мини-футболу. В матчах далее расскажет Амир Сабиров. Всем добрый день. Начнем сегодня с хоккея, а именно с Кубка Карелла, где сборная России провела свой первый матч на турнире против сборной Финляндии. Результат игры предрешил второй период, где финны забросили две безответные шайбы в ворота нашего вратаря Дмитрия Шугаева. На восьмой минуте отрезка финны открыли счет в большинстве благодаря усилиям Мира Алтанина и Харри Песанина. Последний подправил шайбу в открытый угол. Четыре минуты спустя уже сам Алтанин увеличил преимущество своей сборной щелчком в одно касание. В третьем периоде хозяева турнира поставили точку. Отличился Валтери Филпула. 3-0 поражение сборной России в первом матче. Через день подопечные Олега Браташа встречались с другой скандинавской командой со сборной в Швеции. Счет был открыт в конце первого отрезка. Сборная трех корон отличилась в быстрой атаке. Автор Антон Бенгтсон. В ассистентах Олафсон и Юос. Во втором периоде обе команды забили дважды. На второй минуте 16-летний нападающий СКА Матвей Мечков оформил шикарный лакрос-гол, тем самым забросив дебютную шайбу за сборную. На четвертой минуте Карл Клинберг в позиционной атаке вывел Швецию вперед. Через полторы минуты уже нападающий Акбарса Артем Галимов сравнял счет, хорошо сыграв на добивании. Точку во втором периоде поставил Антон Ландер своим точным подставлением. В третьем периоде тот же Ландер в единственной шайбе в периоде сыграл уже в роли ассистента. И помог Клинбергу оформить дубль. 4-2, второе поражение сборной России. Последний день турнира россияне встретились со сборной Чехии, где в первую половину игры ничего не дали противопоставить своим соперникам. Началось все с первого периода, где сборная России реализовала два численных преимущества. На четвертой минуте игрок локомотива Александр Елесин щелкнул слева фланг и не оставил шанса в вратарю Чехов. На восемнадцатый Марат Хуснудинов отдал пас Дмитрию Воронкову на дальнюю штангу и последний увеличил преимущество. На третьей минуте уже второго отрезка нападающий Акбарса Воронков оформил дубль. Отлично поработав на пятаке соперника. Двенадцатая минута завершилась четвертой шайбой и смены вратаря у сборной Чехии. Отличную комбинацию нарисовали Иван Зинченко, Никита Чибриков и Никита Тертышный, где нападающий трактор разомкнул передачу на дальней штанге. Сборная Чехии смогла отыграть две шайбы усилий мимо Тея Странски и Давида Каше. На точку в матче поставил Галимов. 5-2 сборная России заняла третье место на Кубке Карила. Далее на очереди в футбол. Подопечные Валерия Карпина закончили отборный чемпионат мира двумя матчами против Кипра и главного соперника по группе сборной Хорватии. 11 ноября россияне без всяких проблем разобрались с Кипром. Хоть в первом тайме был забит всего лишь один гол усилиями Александра Ерохина, во втором сборная России забила целых пять мячей. С 55-й по 62-ю минуту отличились Федор Смолов, Андрей Мостовой и Алексей Сутармин. А в концовке Антон Заболотный и Александр Ерохин поставили жирную точку в матче. 6-0 ожидаемый разгром от россиян. 14 ноября сборная России имела отличную возможность сразу выйти на чемпионат мира и занять первое место в группе. Задача определенно простая не проиграть Хорватии, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Хорваты атаковали весь матч, подопечные Карпина глубоко оборонялись и не допускали ошибок. Но все это до 81-й минуты. Защитник Федор Кудряшов в очередной атаке соперников переправил мяч Фарота Матвея Сафонова. Тем самым вывел Хорватию вперед. 0-1 сборная России занимает второе место в группе и отправляется в мартовские стыковые матчи за выход на Мундиаль. Вот такие матчи выдали сборной России по хоккею и футболу. Ждем следующих противостояний. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч. Теперь переходим к студенческим темам. Студенческая футбольная лига подошла к своему логическому завершению. Свой заключительный матч на турнире сборной Казанского федерального университета провела против сборной КНИТО. Сам матч уже ничего не решал для обеих команд в турнирной таблице, но КНИТО подтвердили свое чемпионство в этом году. Всю игру технологи смотрелись уверенно и не допускали ошибок в обороне. В первом тайме на 27-й минуте за КНИТО отличился Рафаэль Мкратычан, а во втором на 66-й минуте Максим Сунгуров. КФУ смогли реализовать свой момент только в самом конце встречи. Перед свистком на 70-й минуте Владислав Мартынов воспользовался ошибкой в обороне технологов и сделал счет 2-1. Шестая победа подряд у КНИТО. Технологи, чемпионы с максимумом очков. Проиграли лидеру чемпионата и чемпионам. В принципе, могли на победу сыграть. Просто не хватило. Вратарь соперника поймал кураж. Мы били, били, били. К сожалению, не получилось. Я считаю, что мы минимум на ничью сегодня наиграли. А так все парни молодцы. В ходе поражения, но достойно. Теперь давайте взглянем на итоговую таблицу студенческой футбольной лиги. Чемпионами стали футболисты КНИТО. 18 очков из 18 возможных. Вторыми остановились игроки из Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Бронза у представителей Казанского авиационного института. Сборная КФУ смогла набрать только 4 очка и остановилась на предпоследнем 6 месте. К сожалению, федеральный университет этот сезон не может записать себе в актив. Что не скажешь о чемпионах, о команде КНИТО. По вашему вниманию прямо сейчас комментарий их защитника Максима Сунгурва. Вот что он говорит о самом турнире, о матче со сборной Казанского федерального университета. И в целом у сборной Казанского федерального университета. Внимание, смотрим. Матч получился довольно сложным. Концентрация, конечно же, была уже не такой, как были предшествующие игры. Перед игрой мы уже знали, что тур до конца мы получили чемпионство. Соответственно, уже настрой был другой. Мы всегда хотели все чемпионства забрать без поражений. И мы к этому шли. Вышли только на победу. Соответственно, это же и сделали. Но получилась нервозная игра. С самого начала нам не получилось забить. Хотя установка была поставлена на это, на быстрый гол. Но результат все равно получили. Хоть и пропустили в конце, но довели игру до финального свистка. У КФУ достаточно сбалансированная команда была. Но в некоторых моментах допустили ошибки. Некоторая нервозность была. Например, с Павловской академией они вели в счете. Мы получили красную карточку. Немножко рассыпались. И уже получили голы безответные. И проиграли матч. Хотя могли побороться за призовые места. Не будь этой игры. На самом деле мы долго к этому шли. У нас тренерский штаб разрабатывал какие-то планы. Мы думали, как победить. Я лично играю уже третий год за КНИТУ. И на третий год все-таки получилось нам это осуществить. Наши планы свершились наконец-то. И привели к финальному заключению. Теперь переходим к хоккею. Сборная Казанского федерального университета на льду Татнефтьарены провела свой второй матч в рамках Павловской любительской хоккейной лиги. В соперниках хоккейная команда «Итиль». С самого старта игры хоккеисты «Итиля» вырвались вперед. Меньше чем за минуту Валерий Буренков с передачи от Дмитрия Короткина снимает замок с ворот КФУ. 1-0. Отыграть первую шайбу федералы смогли только в начале второго периода, успешно разыграв положение 5 на 3. Отличился Дмитрий Кабанов. Ближе к концу второго периода «Итиль» смог еще несколько раз огорчить Рениса Садриева, вратаря сборной КФУ, забросив за минуту и 5 секунд две шайбы. Далее за четыре с небольшим минуты федералам удается сократить отставание до одной шайбы. Максим Ларинс умел забросить, но окончательный счет в матче установили хоккеисты «Итиля». В середине третьего периода Эдуард Мусин отправляется в штрафной бокс за удар соперника «Клюшка» и Дмитрий Короткин с передачей Айрата Вагизова пользуется большинством. Итог 4-2. Победа хоккейной команды «Итиль». Вернемся к футболу, а точнее к мини-футболу. Кубок университета 2021 года продолжается уже в самом разгаре стадии 1-4 финала. И уже стала известна первая пара полуфиналистов данного турнира. А кто ими стал, далее расскажет в своем обзоре Ева Семянова. 10 ноября состоялся первый четвертьфинал Кубка КФУ по мини-футболу, в котором встречались Институт геологии и нефтегазовых технологий и Елабужский институт. Елогам удалось удачное начало. Ярослав Шабыров и Константин Казанцев обеспечили двойное преимущество на первых минутах. Несмотря на это, елабужцы не собирались сдаваться и в привычной для себя манере очень высоко прессинговали соперника. Такой подход принес дивиденды. В концовке тайма им удалось отыграть один мяч, а в начале второй половины, буквально за 60 секунд, еще дважды огорчить вратаря и гнинта. Геологи явно были обескуражены таким переворотом в игре. Игроки совершали несвойственные себе глупые ошибки. А редкие моменты у ворот Елабужского института не реализовывались даже из самых выгодных позиций. Елабужцам, наоборот, удалось поймать кураж, и неопасные подходы превращались в голевые комбинации. Как итог, 6-2 победа Елабужского института. На этом футбольная неделя в Униксе не закончилась. 14 ноября во второй 1-4 турнира за право сыграть в полуфинале сражались Институт информационных технологий, интеллектуальных систем и Институт международных отношений. Футболисты ЕМО сразу подтвердили статус фаворита. Уже через полторы минуты они открыли счет, а после этого увеличили давление и заперли информатика в собственной штрафной. Такое игровое преимущество привело к обилию забитых мячей. Еще в первом тайме дубль оформили Денис Давыдов и Владислав Копылнов. 5-0 к перерыву. Во второй 20 минутке характер игры не поменялся. Ему все так же давил. Институт пытался провести голевую контратаку, что действительно удавалось аж три раза, поскольку соперник чересчур увлекался атакой и неохотно возвращался к своим воротам. Пропущенные мячи нисколько не огорчили лингвистов, а лишь увеличили желание забивать. Во втором тайме удалось забить целых 8 раз, что привело к итоговому разгрому со счетом 13-3. Ну и пока у нас есть еще немного времени, обсудим данные матчи, обсудим Кубок Университета и будем мы это делать с нашим любимым другом Александром Ильичем Дректеревым. Александр Андреевич, как же мы по тебе соскучились, дорогой ты наш. Привет, Ром, шикарно, тоже супер рад тебя лично видеть и смотреть матчи нашего великого и интереснейшего Кубка. Что, давай обсудим. Давай обсудим, и так как у нас четвертьфинальные пары, ну, сам понимаешь, были и так понятны, кто у нас содержит победу, больше давай с заходом на полуфинал, навстречу Елабу Гиемо, но давай коротко о тех матчах, которые ты посмотрел недавно. Ну, я бы конкретно, наверное, побольше бы на них остановился, потому что даже несмотря на вполне себе ожидаемые исходы, все-таки ход матча получился абсолютно разным. И были сюрпризы самые настоящие, например, то, как первая встреча началась с двумя быстрыми голами, которые, ну, настоящим сюрпризом. Как диалогом, причем. Да, 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 конечно. Причем первый мяч вот этот вот с носочка, с левой, так скрытый удар для вратаря, очень сложный. И вот в тот момент, когда счет стал 2-0, ну, у кого-то могло екнуть, кто-то мог подумать, что, а что с фаворитом-то у нас происходит, что посыпалось, ела-бога. Ну, нет, не посыпалось, они потом свои моменты забрали. Я бы, конечно, отметил особенно два прекрасных голоса штрафных ударов, потому что, ну, не буду говорить, не буду утверждать, что виноват вратарь, но все-таки первый момент, когда неправильно установлена стенка, и рядом с ней проходит мяч под дальнюю штангу, второй удар в ближний угол, ну, вопросы у меня все-таки есть к игре голкипера здесь. Ну, а с другой стороны, все-таки победила та команда, которая, наверное, этого не просто большего заслужила, но и более это ожидалось, что ли. Ну, и тот факт, что не получилось такой суперразгромной крупной победы, это, конечно, все равно заслуга парней в зелено-черном. У них, кстати, класс на форме, мне понравилось. Ну, вот у кого получился разгром, так это у Емо. 13-3, плюс 10 мячей разница. Здесь, давай, тоже коротко, пока время еще есть. Это да, это, конечно, разгром разгромный, по-другому не скажешь, простите за тавтологию, но, ну, а что сказать, так бывает, когда встречаются две команды абсолютно разные по уровню, по классу. В этом матче я бы отметил один эпизод, ну, там, вернее, таких было несколько, когда оборона Емо абсолютно забывала о своих прямых обязанностях, они пошли туда забивать 17-й, 24-й гол, вообще забывали о своих воротах, и было такое, что там выходы 3 в 0 случались. Поэтому неудивительно, что Этис тоже забивал, но в их ворот, конечно, залетало, ну, практически все в этот вечер. Тут и не стоит, наверное, отдельно кого-то отмечать, ну, кроме, конечно, великого Дениса Давыда, по-другому. Можно и Никита Лихачева-то? Никита Лихачева, я бы отметил в плане его выражения лица после первого пропущенного гола. Это, конечно, доставило. Хорошо. Никите большой прием. Давай ускоримся. Бабур Рахимов не примет участие в полуфинале. Насколько велика эта потеря? Слушай, ну, вообще, в целом, начнем с того, что для этой команды потеря одного конкретного игрока – это супер восполнимая вещь, потому что, ну, я знаю Емо, я играл в том числе против них, и я знаю, что там нет слабых звеньев, окей, он вылетел, они найдут другого человека, который получал меньше игрового времени. Поэтому я уверен, что если и будут у Емо проблемы, то точно не связанные конкретно с ним. Я надеюсь, что компенсирует его потери удачно. Хорошо. Ну и последний вопрос. Елабуга или Емо будут финалистами Кубка? Я лично, не знаю почему, но, наверное, просто из-за каких-то своих дружеских отношений с некоторыми ребятами из Емо буду болеть за них, но все-таки мне кажется, что посильнее и выглядел изначально, и сейчас тем более выглядит Елабуга. Если получится борьба, если не будет разгрома, я буду рад. Но именно так и должно быть. Плюс один, плюс два Елабуга. Да, а мы будем рады, если ты этот матч откомментируешь. Ждем тебя на этом Кубке. Это был Александр Дегтярев, наш спортивный обозреватель, комментатор Саня. Большое спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, конечно же, конечно же, посмотрим. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова